Отчет о работе забайкальского правительства Наталья Жданова начала с экономических проблем на начало 2016-го. Она подчеркнула, что край находился в настолько удручающем состоянии, что колоссальный объем государственного долга ни у кого не вызывал удивления. Хотя и сейчас его размерами вряд ли кого-то удивишь – более 26 миллиардов рублей. При всех сложностях и недостатках в целом работу правительства с учетом условий, в которых мы объективно находимся, признаю результативной. Мы отменили доплаты к пенсиям лицам, замещающим государственные должности, ввели критерии нуждаемости, чтобы сделать социальную помощь действительно адресной, сократили расходы на содержание чиновников всех уровней. Наталья Жданова отметила, что краевому правительству удалось стабилизировать выплаты заработной платы. Однако недавняя ситуация с бастующими шахтерами показала – не все жители получают своевременную оплату за труд. Николай Мерзликин заявил – край потерял производственно-промышленную политику, для возврата которой необходимы кардинальные методы работы. Забастовка в шахте. Понятно, да? Это форма работы. Да, это форма работы. Это форма работы. И вы же понимаете, что она показала, это форма работы. Недоверять власти – раз. И показала, что никто не почешется, пока людей не доведут до крайности. И они не будут вот так протестовать. В сельском хозяйстве тоже не все по-хозяйски. Фермеры, к счастью, пока не бастуют. Но свой продукт им по-прежнему крайне трудно продвигать на региональный рынок. 333 тысячи тонн молока в Сабайкальский край производит. Очень хорошая цифра. Мы радовались, когда 300 в некотором году Сергей Петрович настигали. Но если мы с вами сейчас выйдем на улицу, пойдем вокруг прилегающим магазинам, мы это молоко не увидим, боюсь. Проверьте вот как-нибудь. Посмотрите. Я за это бьюсь и этим озадачую так же, как и вы. Я с министра сельского хозяйства спрашиваю не то, что в ежедневном и ежечасном режиме, когда мы организуем там систему рынок прилавок, когда мы откроем магазины для наших местных сельскохозяйственных товаров, производителей, когда мы, наконец, откроем губернаторский кооперативный рынок для наших фермеров вообще. Надеюсь, что в следующем году при подобном докладе об отчете нашей работы за 2017 год мы с Михаилом Николаевичем Кузьминовым уже вам доложим, сколько у нас магазинов. Более того, предлагаю выйти из этого здания будет в следующем году и пройтись по близлежащим магазинам. Сколько литров местного молока смогут обнаружить члены регионального правительства в читинских магазинах, узнаем только через год. Пока деньги за байкальцев продолжают уходить в карманы иркутских и благовещенских предпринимателей. Наталья Оршинская, Максим Лобачев, ЗАПТ-ТВ